Привет, это территория IPTV. Я решил в этом видеоролике сравнить новинку от Ugoos Super TV Box, который только-только вышел на рынок, X4 Q Pro с предыдущей версией практически той же серии X4, X4 Plus. Плюс версия отличается только наличием большей внутренней памяти. По характеристикам, такая же как X4 Pro, будем считать, что сравнение будет одинаковое. По тестам разницы между X4 Plus и Pro абсолютно нет. Так вот, давайте будем рассматривать новую новинку. Надеюсь, вы уже посмотрели обзор X4 Q Pro у меня на канале. Лучше делать это на Zen канале. Ссылку вы найдете в описании под видео. Там полноценный ролик со всеми тестами. Так вот, по результатам этих тестов я сделал вывод, что это супер отличная приставка, которая рекомендуется абсолютно каждому к приобретению. Она сейчас является полноценной, с новейшей UGUS прошивкой, которая также доступна только на этом ТВ-боксе. На момент снятия ролика прошивка на X4 Q Pro лучше даже, чем на X4 серии. По цене эти ТВ-боксы одинаковые. Давайте будем их сравнивать. По размерам вы видите, что X4 Q Pro немножко выше. И уже он имеет более такой стандартный вариант исполнения для ТВ-приставок. X4 Plus он, в принципе, всегда выделялся. Конечно же, самое главное отличие заключается в том, что нет никаких антенн. Здесь предустановлен модуль Wi-Fi от AM6. И X4 Plus, вы видите, что у него есть вот эта антенна. Она может повредиться и во время эксплуатации, например, при падении ТВ-бокса. Здесь есть возможность повреждения, в принципе, и при доставке. Мы с вами посмотрим комплектацию, вообще, как выполнены эти коробки. Это действительно очень важно, чтобы для вас добрался ТВ-бокс в хорошем, полноценном состоянии. А не то, чтобы там отвалился, например, радиатор от процессора. В X4 серии это вполне возможно. С нашей почтой всякое может произойти. А вот X4 Q Pro имеет радиатор на заклепках. Соответственно, как бы его не доставляли. Вероятность того, что вам придет ТВ-бокс с отвалившимся радиатором от процессора, она уже крайне минимальна. То же самое касается и всего ТВ-бокса. Ну, посмотрим по упаковке. Вы увидите, насколько выросло, серьезно выросло отношение производителя Югус к упаковке. И вообще к потребителям. Давно уже просили нечто подобное сделать, чтобы было меньше брака. По аппаратной начинке эти два ТВ-бокса, в принципе, похожи. Здесь установлен S905, X4 процессора, четыре ядра Cortex-A55. У них все одинаково. Есть три версии. Есть версия Cube. У обеих этих типов приставок, где 2х16, 2 оперативной памяти, 16 гигабайт внутренней. Есть версия 4х32, это Pro. И версия 4х64, это Plus. Также и Wi-Fi здесь 2,4,5 ГГц и есть гигабитный LAN. В чем же еще дальнейшее отличие? Помимо того, что здесь скрытые антенны в X4Q Pro и то, что радиатор на заклепках, мы здесь имеем сертификат L1. Это я уже постепенно перехожу к прошивкам. На момент съемки этого ролика здесь прошивка 1.1.0, а вот на X4Q Pro уже 1.1.1. И позже оба этого бокса обновятся на 1.1.2. Вместе они будут потом получать новые прошивки, так же, как это происходит, например, с UGUS AM6B Plus и серией X3. То есть они друг другу не будут подходить, но обновляться будут одновременно по воздуху от производителя. Конечно, UGUS не заставит нас долго ждать новых прошивок, в этом я уверен. Так вот, сертификат L1 позволит вам смотреть из легальных онлайн кинотеатров видео в формате 4К. Все это мной уже протестировано. Смотрите ролик на Дзене, там все показано. Что касается конкретных цифр. Wi-Fi у них в принципе одинаковый. 74 Мбит примерно показывают они по 2.4 диапазону, что с антенной, что без. Поэтому в принципе можно сказать, что в этом тесте победил X4Q Pro, потому что у него нет антенны. Результат тот же. По LAN порту на 100 Мбит больше показывает. На моем гигабитном интернет канале получил я 840 Мбит, тогда как X4 показал 730. Ну, возможно, это не сильно большая разница, но, однако, все-таки результаты вот такие. По температуре чуть холоднее X4Q. 59 градусов показал он при проигрывании 4К видеоролика с внешнего жесткого диска. С высоким битрейтом был этот видеоролик. Я это подчеркиваю. Тяжело было им проигрывать его. В плане того, что это достаточно тяжелое задание. Но справились они играючи. Всего 59 градусов. Некоторые ТВ-боксы показывают такую температуру, когда мы их только включаем. А этот высокобитрейтный файл разогревал некоторые ТВ-боксы до 100 градусов. Критичная температура 85, напоминаю, этот показал 59. Так что делайте выводы, охлаждение просто прекрасное. По тестам теперь посмотрим, кто из них производительнее. В Antutu 115 тысяч баллов. Это практически рекорд на S905 X4 процессорах. В этом ценовом сегменте, смотрите, будет дополнительно топ среднебюджетных ТВ-боксов. Будем определять, кто же из них будет лидером в итоге. А может быть кто-то еще появится, смотрите видео на канале. 112 тысяч Antutu набирает X4 Pro и плюс версия. Соответственно, разница в 3000 это не то, чтобы много. Но все равно какой-то результат, который показывает, что эта приставка все-таки немного, но получше. В 3D-марке разницы большой нет. Там буквально 30 баллов. Это статистическая погрешность. Я не буду уже говорить, что X4Q Pro на эти 30 баллов вдруг лучше. У них одинаковый графический процессор Mali-G31, который на том же процессоре показывает хороший результат. Относительно других ТВ-боксов это прекрасно. Относительно друг друга паритет. А вот тест к внутренней памяти здесь уже показывает большую разницу. Тест CPDT, который как раз показывает эту скорость доступа к внутренней памяти, показывает по последовательному чтению рекорд на моем канале на ТВ-боксе X4Q Pro. 12,7 Мбит в секунду против 5,5 на X4 Pro и плюс версии. Так вот, это последовательное чтение как раз-таки и отвечает за запуск не только Android, но и всех приложений. Запустили приложение и как быстро открывается это приложение как раз-таки и показывает этот тест. По цене, как я и сказал, стоят они одинаково. Теперь уже мы можем с вами после вот этих всех рассуждений определить, что же лучше. Первый вопрос. Какой из этих ТВ-боксов я рекомендую к приобретению? Конечно же, это X4Q Pro. Приобретайте его, он новее. Несмотря на то, что прошивки будут одинаковые, все-таки этот вариант с доставкой... А да, я обещал показать, давайте этим и займемся. Давайте просто возьмем и откроем коробку с X4+. Во-первых, здесь у меня не всегда закрывается эта крышка, в которой располагается сама ТВ-приставка. Антенка эта откручивается. И, допустим, когда у меня этот ТВ-бокс должен находиться в таком состоянии, куда я, например, хочу его перевести. Вот в такую упаковку он складывается. Видите, что здесь она имеет вот такую выемку. И дальше давайте будем смотреть, что у нас в коробке. В коробке у нас буквально с вами у нас все в кучу. Конечно, сейчас я не особо распределял это место, но, как вы видите, места здесь крайне мало. Здесь и лежит пульт. На обычном X4 пульт не Bluetooth, у него нет голосового поиска и нет гироскопа. Это очень важно, потому как дополнительно нужно будет потратить как минимум 700 рублей на R-мышь, например, R-мышь Q2. Здесь на X4 Q Pro получается, что ничего докупать не надо. Bluetooth пульт обладает и голосовым поиском, и гироскопом. А R-мышь на X4 серию придется докупать, потому что все основные фишки, которые связаны, например, с голосовым поиском и с UGUS Launcher, тоже нужно пользоваться R-мышью. UGUS поиск вообще работать без R-мыши не будет. А UGUS Launcher гораздо лучше использовать вместе с R-мышью. Вот, кстати, важное тоже преимущество X4 Q Pro перед X4 Plus. И это действительно важно. Цена уже, кстати, у нас будет не паритетная. То есть, получается, что мы должны добавить к X4 серии для того, чтобы этот ТВ-бокс сравнялся с X4 Q Pro. Это как минимум, а вообще Bluetooth пульт еще стоит и подороже, чем R-мышь. Ну так вот, вернемся мы к коробке. Видите, что здесь все в таком вот виде. И как это все поедет там по доставке из Китая. Понятно, что может что-то здесь и разбиться. Есть тут инфракрасный порт выносной для вот этого пульта. И короткий кабель, обратите внимание, блок питания. И сюда же эта антенна отправляется, потому что для нее отдельного слота здесь в комплекте не предусмотрено. Вот так вот это все складывается и закрывается. Вам в таком вот виде будет отправлено. В принципе, сколько я не получал X4 серии, больших проблем не было. Но писали люди, что отваливался там и радиатор, и повреждались какие-то детали. Ну, в таком виде, да. Но давайте посмотрим, что нам приготовил Югос в X4 Q Pro. Открываем коробку. И что мы здесь видим? Посмотрите, все здесь распределено. Давайте вот я вставлю ТВ-бокс, как было, когда я его получил. Вот, смотрите, сейчас потрясем. Ничего не трясется, вы видите. Здесь очень плотненько все элементы поставки распределены. Давайте по очереди будем доставать. Первый этаж HDMI кабель. Кстати, он гораздо длиннее, чем у X4 серии. И достаточно толстый по сечению. Дальше достаем сам ТВ-бокс. Вы видите, что внизу для него есть специальная подкладка, для того, чтобы он не повредился. Сверху располагается у нас Югос пульт в упаковочке. Вот он Югос пульт, голосовой поиск, гироскоп. Пожалуйста, все здесь работает. И остается нам достать блок питания. Вот так вот здесь все это упаковано. На самом деле, это лучшая упаковка. Даже у Микула упаковка похуже в их фирменных кейсах, в которых поставляются ТВ-приставки. Здесь вот они действительно Югос заморочились. По-хорошему заморочились. Я думаю, что проблем теперь с браком, с какими-то проблемами, которые связаны с доставкой. Это такая достаточно серьезная проблема. Больше вот таких вот проблем не будет. Вот мы с вами, в принципе, и сравнили все вот эти две приставки. ТВ-приставки, X4-Q и предыдущую серию X4. Первый вопрос я отвечаю. Выбираем X4-Q Pro, конечно же. И что касается второго вопроса, который 100% будет мне задан. Если у меня есть X4-серия, нужно ли мне покупать новую X4-Q Pro? Нет. Этого делать не нужно. Прошивки будут одинаковые. Если у вас есть X4-серия, скорее всего, вы докупили уже себе AirMesh. Судя по тому, что по тестам большой разницы у них нет, если только вам не нужен сертификат L1 для просмотра в 4К легального видеоконтента с различных онлайн-сервисов, тогда приобретать X4-Q Pro при наличии X4-серии не нужно. Потому что, в принципе, они похожи. Несмотря на некоторые плюсы X4-Q Pro, это не стоит того, чтобы эту приставку продавать и вот эту покупать. Только если вам хочется чего-то нового, что-то вам понравилось в дизайне этой ТВ-приставки, нравится вот ее такой вот минималистический дизайн без каких-либо антенн, то, пожалуйста, можете приобретать. Конечно же, X4-Q Pro будет лучше к приобретению. Кстати, приставки отличный подарок. Напоминаю, что ссылки на все ТВ-боксы и X4-Q, и X4-серию будут находиться в описании под видео. Выбирайте, какую вы хотите себе ТВ-приставку. Переходите по ссылкам, приобретайте у продавцов, которых я рекомендую приобретать, потому как они уже себя хорошо зарекомендовали. Это лучшие ТВ-боксы сейчас на рынке в среднебюджетном сегменте. Если видео оказалось полезным, подписывайтесь на канал.